Субтитры создавал DimaTorzok 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 Точное количество выделенных на Казахстан квот пока неизвестно 4 Kings анонсировали открытие нового подразделения в дисциплине Counter-Strike 1.6 Большинство игроков раньше играли за известные команды Сначала к команде присоединился Томми Люрпис Кованан А затем подразделение пополнил Джуна Нату Лепанан Первым событием для команды 4 Kings будет квалификация в Финляндии на WCG 2008 Также было отмечено, что финский состав будет существовать параллельно с британским От подразделения Call of Duty 4 отказывается немецкая организация Speed Link Менеджмент этой команды потерял веру в игроков после провала на Antwerp и Sports Festival Команде волей жребия было суждено выступать в группе E с командами Risen Gaming и Infinity Skills Одержав победу над венграми и проиграв британцам, Speed Link сумели выйти во второй групповой этап Но там были менее удачливы и одна победа в активе не позволила продолжить соревнования Добро пожаловать в школу виртуального спорта Тема сегодняшнего урока – пистолет USP в Counter-Strike Source USP – стартовый пистолет Контроф Который, по мнению многих игроков, ставит их в более выгодное положение по сравнению с террористами Без преувеличения можно сказать, что USP – один из лучших пистолетов игры Серьезная убойная сила и вместительная обойма на 12 патронов дает возможность выйти победителем почти из любой ситуации Основные преимущества USP – высокая скорострельность и отменная точность попадания Глушитель увеличивает меткость, особенно на дальних расстояниях, но сильно снижает урон, носимый противнику, одетому в бронежилет Чтобы не снижалась меткость, лучше всего выстреливать по 2-3 патрона одновременно Основная функция глушителя, то есть обеззвучивание выстрела, вряд ли поможет вам одурачить опытного игрока Зато даст возможность от души покуражиться над новичками Одна из особенностей этого пистолета – отдача При выстреле ствол идет вверх с небольшими отклонениями то вправо, то влево Поэтому целиться из USP лучше всего в плечо или шею противника Тогда следующая пуля угодит ему прямо в голову По сравнению с терроровским ГЛОК-17, USP уступает ему лишь то, что обоймы у него меньше Если вдруг закончился боезапас, вы можете стать легкой добычей бойца вооруженного ГЛОКа У которого в распоряжении 20 патронов Мы – виртуальная школа Учитесь на пятерке, пока бесплатно Разойдись! Смотрите далее Вполне традиционная оптическая мышь От классических моделей отличается разве что основными кнопками И, конечно, сегодня вы станете свидетелями матча, прошедшего в рамках турнира Между командами МГЦ и СевенПро Представляем обзор киберспортивных девайсов Оуклик 420М – это необычная, стильная и эргономичная клавиатура Небольших габаритов для дома и офиса, где нет нужды ходить в пиджаке и галстуке Клавиатура легко помещается даже на небольшом столе Причем, несмотря на бросающиеся в глаза оранжевые вставки, легко вписывается в любой интерьер Имеет 7 дополнительных клавиш Вогнутая форма клавиатуры удобна при работе Кисти рук напрягаются меньше Покрытие предотвращает скольжение по поверхности Джойстик сайта Киборг 3D USB Gold имеет очень стильный дизайн Все кнопки можно запрограммировать, как вам удобно Ручка манипулятора имеет плавный ход Она с точностью повторяет все движения руки Покрытие верхних кнопок предотвращает проскальзывание пальцев по поверхности Также джойстик имеет небольшой рычажок, с помощью которого можно регулировать тягу самолета Его исполнение далеко от совершенства, однако он значительно облегчает игровой процесс Модель Sonar 5.1 от компании KiberSnipe Это наушники премиум класса с системой окружающего звучания Которая достигается за счет использования сразу 8 динамиков По 4 для каждого уха плюс сабвуфер Эти наушники комплектуются программным обеспечением KiberSnipe 3D Которое позволяет подстраивать звучание каждого канала Изменять положение виртуального динамика в пространстве И применять другие аудиоэффекты Оптическая мышь Razer Pro 1.6 вполне традиционная От классической модели отличается разве что основными кнопками Существенно увеличенными и снабженными углублениями для пальцев Достоинства Razer Pro 1.6 в полной мере ощущаются в графических приложениях Постоянно работающий инфракрасный оптический сенсор с разрешением 1600 ДПИ Обеспечивает точное позиционирование и выдерживает максимальную скорость до 1022 мм в секунду Что обеспечивает более точное положение курсора Сегодня вы станете свидетелями матча, прошедшего в рамках турнира отстрел.ру Между командами MGC и Seven Pro Очень сложно выделить из этих двух команд фавориты Ведь они обе достойны этой победы Команда MGC состоит из умелых ребят Каждый из которых может створить маленькое или большое чудо Отмечает главный менеджер команды В матче MGC выступили следующим составом Капитан Александр Лимпер-Лов Сергей Айс-Сапов Кирилл Тифон-Соловьев Антон Хаксфлакс-Загуменов Ермаков-Марковка-Андрей На поле боя карт Денюк MGC будет соперничать с не менее известной командой Seven Pro Девиз команды Ни шагу назад, ни секунду на месте Только вперед и только вместе Этого девиза придерживаются все игроки Seven Pro А выступали они следующим составом Капитан Максим ТРК Ханов Юрий Крашер-Гусев Федор Папел-Ковалев Игорь Вайпер-Маслаков Владислав ДДМ-Шевчук Игроки размяли пальцы и готовы начать матч На стороне террористов На стороне террористов начинает команда МГЦ А на стороне правозащитников Seven Pro МГЦ полным составом кроме Хакса Направляются на улицу Первым гибнет Элоун от USP Вайпера Затем от того же пистолета Вайпера погибает ком Но Лимпер мстит ему за своего товарища Выстрелом в голову Тырка на рампе ходит Хакса Таким образом от МГЦ остаются двое игроков Против четырех из Seven Pro Противостояние между двумя террористами и Тыркой Заканчивается в пользу МГЦ На А Лимпер умело разбирается с Дэдом Но с Факелом Лимперу справиться не удается Айс последний из террористов, уцелевших в этом раунде Погибает от пистолета Крашера Пятый раунд Команда оспаривает третье очко Понаблюдаем за тактикой МГЦ в этом раунде В отличие от первого раунда Сейчас вся команда бежит через нулевую зону Только Хакс и Айс остаются на улице Ком отстреливается из радиокомнаты Его прикрывает слонобой Лимпер Которому и удается убрать из-за ящика Тыр Крашер убивает из окон Хакса А Лимпер делает дубль, убив Вайпера Айс и Лоуну Ком делают еще по одному фрагу И таким образом Совместными действиями МГЦ зарабатывают третье очко Три-два Команды сражаются почти на равных И МГЦ и Севенпро достойны победы в этой встрече В десятом раунде При счете 5-4 в пользу МГЦ Севенпро не удается сравнять счет После 14 раундов Счет становится 8-6 в пользу МГЦ Лимпер и Кома бегут к Б через радио Остальные на улицу и почти сразу начинается война Ком с легкостью расправляется с Тыркой Немного возится с факелом Но все равно побеждает его А вот на Деда силу Кома не остается Лимпер убивает Крашера Дед в темный минусует Хакса Вайпер ликвидирует Лимпера А Илоун на А валит с ног Деда Не успевает Илоун установить бомбу Как его и Айса быстро ликвидируют Вайпер Который неожиданно для обоих высунулся из будки 8-7 по прежнему МГЦ впереди Минимальный отрыв от лидера Но у 7 Pro есть шанс попадать в счастье на стороне террористов И вновь пистолетный раунд В отличие от первого подобного раунда Этот МГЦ выигрывает даже несмотря на то Что 7 Pro успевают заминировать объект Четвертый раунд и счет 3-0 Неутешительная цифра для 7 Pro До этого раунда 7 Pro провели несколько экономических раундов Теперь с нужительным оружием Они всем составом управляются к Б И почти сразу игра не заладилась Первым делом ком подрывает Крашера Тырка выпрыгивает из-за угла с Глоком Сразу против двух вооруженных контров Кома и Лимпера На его везение Лимпер ходит товарищи со слона Этим временем Хакс разбирается с Дэдом Тырка после этого остается жив четырьмя халами Но недолго Лимпер реабилитируется и укладывает на лопатки Последнего террориста в раунде 4-0 МГЦ пока непробиваемо После семи раундов счет принципиально не изменился Отставание 7 Pro от МГЦ только увеличилось Даже седьмой раунд для 7 Pro не был удачным Безжалостный МГЦ выиграли эту встречу С общим счетом 16-8 Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И конечно самое интересное Новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Субтитры предоставил DimaTorzok